Добрый день, я Игорь Скляревский. Я дизайнер, вообще дизайнер интерфейсов, но так получилось, что последние несколько месяцев я занимаюсь интерфейсом нашего с вами города. Я в последующие несколько минут расскажу вам историю этих последних нескольких месяцев. Вообще я занимаюсь тем, что пытаюсь сделать окружающую реальность менее враждебной по отношению к людям, чем она есть на самом деле. Началось все с того, что я выходил из поезда в метро на платформу и я не знал, куда мне повернуть, направо или налево, потому что не было указателя. И я получил тут же такой толчок ощутимый в спину. Чуть не споткнулся. И вы можете подумать, что я сейчас вам расскажу такую историю, похожую на Ньютона, когда он получил яблоком по голове, открыл закон, и что, мол, у меня такая же была похожая история, что меня толкнули в спину, и тут же волшебным совершенно образом в моей голове родилась практически в готовом виде концепция навигации для Киева. Это совершенно не так, потому что я получал так по спине за 15 лет своей жизни в Киеве десятки, если не сотни раз, как, думаю, и вы получали. Так это не работает. Я попытаюсь объяснить, как на самом деле работает. Началось все с того, что мы с женой в прошлом году провели неделю в Барселоне. И меня поразило то, насколько комфортно и спокойно мне там было. Вообще Барселона — это город раза в два с половиной меньше Киева, и при этом там 11 линий метрополитена. Казалось бы, что человек, который там впервые, который не знает языка, обречен. Но на самом деле это совершенно не так. Я все время чувствовал, что за каждым знаком, за каждым указателем, за каждой схемой будто спрятан такой невидимый помощник, умный, интеллигентный помощник, проводник, который подсказывает, куда мне идти. Ни разу я себя не почувствовал, что я не знаю, где я нахожусь или куда мне двигаться дальше. И я почувствовал, что я могу стать таким помощником и проводником для киевлян или людей, которые приезжают в город. Прямо там же в Барселоне я начал вынашивать планы, как я преображу Киев. Надо сказать, что в Барселоне планы, как преобразить Киев, как-то выстраиваются гораздо лучше, чем в самом Киеве. И стал я разбираться в проблеме, почему так происходит, почему некоторые города очень комфортны для жизни, а другие нет. И я вспомнил, что на средневековых картах места, которые еще не изведаны человеком, они помечались картинкой льва и надписью «Здесь львы». Это происходит потому, что неизвестность для человека практически всегда означает потенциальную опасность. И если любого из присутствующих в этом зале завязать ему глаза и десантировать где-нибудь на Борщаговке или Троещине, я думаю, что вы эту опасность сразу почувствуете, потому что вы не будете знать, где вы находитесь и куда вам дальше двигаться. Но давайте подумаем, городская навигация какие проблемы решает? Она дает вам комфорт, она экономит ваше время, она экономит ваши нервы. Но только ли это? Давайте спросим водителя или врача скорой помощи, сколько жизней потенциально может спасти нужная табличка, которая находится в нужном месте и на которой написано то, что там должно быть написано. Я начал с того, что решил нарисовать схему метрополитена. Я начал делать это еще в самолете по дороге из Барселоны в Киев. На самом деле на тот момент на карте метрополитена можно было во многих местах рисовать львов. Это потому, что прошлой осенью в Киеве появилась городская электричка и после реконструкции открыли скоростной трамвай. И этого не было на карте. Почему-то я был удивлен, никому не пришло в голову весь скоростной транспорт города поместить на одну карту, как это делает практически во всех больших городах, не только Европы, но и мира. И я нарисовал эту схему. Она прошла очень много итераций, очень много изменений. Я объединил на этой карте скоростной трамвай, городскую электричку и я сам поразился тому, насколько эта схема стала похожа на те схемы, которые я видел в Мюнхене, в Берлине, в Барселоне, в других городах. У меня сразу такое ощущение появилось, что город-то наш на самом деле не такой уж убогий, как это может иногда показаться. Я долго готовился к тому, чтобы нарисовать эту схему. Я скупил на Амазоне все книги, которые были по городской навигации. Я изучил все схемы, которые были только начиная с тех, которые были созданы в начале 20 века. И вот получилось то, что получилось. Я рисовал несколько дней, в конце концов вечером закончил, вывесил в Фейсбуке и пошел спать. Когда я проснулся, эту схему уже обсуждали сотни людей. Многие хвалили, некоторые ругали, но что поразило меня больше всего, люди с таким участием к этому отнеслись, они стали давать советы, они стали разбираться, они стали помогать исправлять ошибки. С этого момента схема перестала принадлежать мне. Хотя я, в общем, к этому был готов. Я сразу сказал, что я предлагаю ее бесплатно. Если метрополитен хочет, он в этот же день может ее взять и начать использовать в вагонах, на станциях, где угодно. Но схема перестала мне принадлежать, потому что она сразу стала общей. Люди дальше стали делать ее вместе со мной. И совершенно неожиданно со мной связались ребята, представители стратегии развития Киева до 2025 года. Это прекрасные люди, они делают прекрасные, полезные для города вещи. И у них есть еще дополнительно к этому очень важная вещь. Она состоит в том, что они вхожи в высокие кабинеты городской власти. И они мне сказали, что мою схему видели на самом верху, и что они готовы рекомендовать метрополитену ее внедрить. И осталась самая малость, буквально полшага. Нужно сходить в метрополитен, пообщаться с ними. И вот я спустился в логово метрополитена. И знаете, что я услышал? Они сказали, что в чем, собственно говоря, проблема? Что вы нам показываете? Наша карта лучше на самом деле. Говорю, почему лучше? Ну, вы посмотрите на Днепр, который на вашей схеме. Он такой простой, прямой. А посмотрите Днепр на нашей схеме. Я посмотрел, и это правда. Действительно, по Днепру на схеме метрополитена лоцманы могут прокладывать карты. Или рыбаки могут договариваться о месте, где они завтра встретятся порыбачить. Ну, в общем, надо ли говорить, моя схема не прошла, потому что я оскорбил Днепр. Вообще, нужно понимать, что дизайном в Киеве занимаются, да и вообще в стране, занимаются совершенно не случайные люди. Существует целый научно-исследовательский институт дизайна и эргономики, который получает десятки миллионов гривен, бюджетных денег в год. И там работает большое количество людей, в том числе профессора. И вы на экране можете видеть результаты их работы. Вам может быть интересно, например, что это за оранжевый шестиугольник на этой схеме. Люди не ожидали, что вы поймете это с первого момента, поэтому они написали знак напрямку руху. Но гораздо интереснее перевод на английский. Sign of direction of motion. Это не единственное, что они сделали. Они создали такие прекрасные пиктограммы. И в группе на Фейсбуке, которую я создал, был даже целый такой аттракцион. Люди пытались расшифровать, что зашифровано в этих пиктограммах. И вы можете вместе сами сейчас попробовать потренироваться. Но вот по версии некоторых людей, которые были на моей странице в Фейсбуке, это держатель для полотенец. А это межпланетный туризм. А это зона похищения инопланетянами. И вот, насмотревшись на все эти зоны похищения инопланетянами, я подумал, что у меня есть мозги, у меня есть руки, у меня есть много знакомых дизайнеров и пока еще не знакомых дизайнеров, которые, я уверен, захотят и смогут мне помочь. Я взялся за разработку системы туристической навигации для Киева. Я создал пилоны, карты. Вообще, на самом деле, разработать концепцию этой туристической навигации примерно в таком виде. Так вот, набросками заняло два часа за утренним кофе. Это действительно так. То есть дальше начинается рутина, детальная проработка, исправление, куча ошибок. Но вообще идея, она вот переносится на экран компьютера буквально за пару часов. Я вывесил это в Фейсбук, пошел на работу, некогда было этим заниматься. Заснул, проснулся и увидел, что эту схему обсуждают уже не сотни, а тысячи человек. Очень много дизайнеров предложили свою помощь с тем, чтобы это развивать дальше. И, как водится, ко мне обратились… Да, я хочу сказать, что очень много дизайнеров мне помогали. Например, один из лучших шрифтовых дизайнеров не только, наверное, Украины отдал бесплатно свой шрифт основа Navigation, который был создан вообще специально для навигации. Мой коллега по работе Юра Танский помогал отрисовывать вот эти вот все пиктограммы достопримечательностей. Максим Бирюков, прекрасный дизайнер, помогал делать эту карту. В общем, это стало уже общей работой. И ко мне обратились снова ребята из стратегии развития Киева. Они снова сказали, что на самом верху, в том числе исполняющие обязанности мэра, в том числе главный архитектор, видели мою работу. И они очень хотели бы увидеть это на улицах Киева. И осталась только самая малость. Нужно пройти утверждение через секцию дизайна главы архитектуры. У меня возникло такое дежавю неприятное. И позже это действительно подтвердилось. И вот здесь вы можете видеть чуть более детально то, о чем я рассказываю. И мы стали готовиться. Многие дизайнеры мне помогали. Кроме всего прочего, мы сделали таблички с названиями улиц. И с номерами домов. Мы подошли так скрупулезно к этому делу. Например, эти таблички, они довольно информативные. Они могут вам помочь найти дом с какой-то там буквой, находящийся где-то, когда нужно пройти в арку, в середину квартала. Или, например, эти таблички показывают, как пройти ближайшей линии метро. Или, например, они показывают, как найти ближайшие остановки общественного транспорта и какие конкретно маршруты. И вот защита на секции дизайна в главу архитектуры. Я увидел перед собой усталых пожилых людей. По ним было видно, что многие из них члены Союза дизайнеров примерно с 1812 года. Блестящий архитектор Иван Пономаренко на своем прошлогоднем выступлении на ТДКС Киев назвал подобных людей неизвестными отцами. Это отсылка к Стругацким, к обитаемому острову. Это анонимное правительство, которых никто не знает в лицо, никто не знает, как их зовут. Но, тем не менее, именно эти люди принимают все решения, от которых очень многое зависит. И вот, значит, защита в главу архитектуры. Сразу скажу, что мой проект не прошел. И не прошел он, было названо несколько причин, но как основная причина — это то, что сочетание коричневого и зеленого цвета, которое я выбрал, оно неестественно и даже депрессивно. Тогда там стоял горшок с цветком, у которого коричневый ствол и зеленые листья. И надо ли говорить, что после этого прохождение моего проекта через секцию архитектуры было обречено. Как вы знаете, трагедия повторяется в виде фарса. Сначала я оскорбил Днепр, потом я показал цветок. Ну и что дальше происходит с навигацией в Киеве, вы можете видеть. Вот, например, что с табличками в метрополитене. По уже сложившейся традиции они появляются сначала с неправильным переводом на английский, потом появляются публикации в прессе, в интернете их меняют на правильный, а потом совершенно волшебным образом их снова меняют на неправильный, но не такой неправильный, как был в самом начале, а уже другой неправильный. Или вот хороший пример, который я увидел буквально вчера. Очевидно, это достижение отечественных криптографов. И что тут можно сказать? Неизвестные отцы победили? Я думаю, что нет. Они выиграли в битве, но они еще не выиграли в войне. И сейчас эта война, она носит такой партизанский характер. Многие люди обращаются ко мне с тем, что, Игорь, ты можешь предоставить макет своих табличек уличных и номеров домов? Мы хотим изготовить их на свои деньги, повесить на дом. И пусть он помогает людям. С моим знакомым мы на свои деньги сделали такую табличку, повесили ее и повесили также веб-камеру. Веб-камера нам нужна была для того, чтобы, во-первых, посмотреть на реакцию людей, как они будут реагировать на эти таблички, все ли им понятно. А во-вторых, мы все-таки надеемся, что когда неизбежно эту табличку придут снимать, потому что она неофициальная, никем не утвержденная, то мы таким образом увидим лица этих людей и познакомимся с ними. Ну и первой аудиторией этих табличек был милицейский патруль. К нам подошел милиционер, он спросил, ну что, ребята, получается? Ну, получается. Претензии его заключались в том, что по субботам, а мы буквально вчера вешали эту табличку у нас с Аксаганского, по субботам нельзя, вообще по выходным нельзя сверлить, там стучать и так далее. Он сказал, ну что, ребята, за 15 минут управитесь, управимся, чтобы через 15 минут я вас не видел. И еще одна интересная штука, забыл вам о ней рассказать. Это проект с туристическим центром интересного Киева. Мы оформили этот туристический информационный центр по счастливому стечению обстоятельств. Он находится прямо напротив окон глав архитектуры. И таким образом неизвестные отцы могут каждый день из окон своих кабинетов наблюдать зеленое и коричневое, но чтобы их совсем не сразила депрессия, мы добавили желтенького немножко. Понемногу эта работа, эта война выходит из-под поля, и сейчас я занимаюсь тем, что делаю навигацию для ботанического сада. Там с 2 июня начинается фестиваль скульптуры, и я надеюсь, что если вы туда придете, то результаты моей работы смогут вам найти дорогу от входа до того места, где проходит этот фестиваль. Вообще давайте вместе с вами подумаем, что в большей степени побуждает людей создавать какие-то правильные, комфортные, удобные, яркие вещи. Желание исправить то, что плохо сделано, либо же желание повторить успех того, что сделано классно, ярко, красиво. И я думаю, что второе работает лучше. Вот те толчки в спину, о которых я говорил в самом начале, они не работают. Барселона, пример, работает. Вот прекрасный пример, как через серую убогую реальность, созданную неизвестными отцами, проступают классные яркие вещи, это пейзажная аллея. Или, например, как сообщества интереснее коски делают вот такие серые убогие вещи, вот такими красивыми. И в качестве доказательства того, что хорошее копировать или использовать как что-то вдохновляющее, это гораздо более эффективно. Такая маленькая история. У меня есть сын-тинейджер. Он занимается полной чепухой. Знаете, они рисуют граффити, но он начал с того, что занимался граффити в самом плохом проявлении. Он, что называется, бомбил. Не в том смысле, что подрабатывал на такси, а черные маркеры есть такие, которым подростки оставляют теги. И потом, кстати, в Барселоне я купил для него альбом вот таких вот классных красочных граффити, пример, который вы можете видеть сейчас на экране. Я не знаю, будет ли он создавать подобные вещи. Мне бы очень хотелось, чтобы он создавал. Но единственное, что я вижу сейчас, что он уже сменил черные маркеры на баллончики с разноцветной краской. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...